Я когда-нибудь поем? Всем привет, друзья! Вы на канале Контрольная Рыбалка. Меня зовут Юлия. Если вы не со мной, то обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии и непременно следите за обновлениями. Как видите, по погоде уже наступила календарная и, похоже, не только осень. Может быть, еще будет бабье лето, но это не мешает мне, как всегда, отправиться на рыбалочку. Так, что? Сидеть буду где-нибудь вот здесь. Сегодня по корму у меня будет Фидер Спорт Река РС. Это первый компонент. Крупный лещ Спорт РС. Специальная красочка. Я думаю, что вот столько будет достаточно. Отлично. Кажется, или уровень лезла до этого в реке. Не могу понять. Отлично. 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 О, это с тапочкой. Нет, для того, чтобы немножко заморчить. Так, надо еще до какого-нибудь сиропа добавить, для того, чтобы прикормка не была слишком активной. Нам же нужна крупная рыбка. А крупная рыбка пыль не любит. Пыль любит мелкая рыба. Блин, что-то не вдохнула комара. Надо врубать термоцелл. Вот это запах. Классно, конечно. Очень такой насыщенный. Если вы едете на леща, то прикормку можно вообще замешать заранее. Если вы приехали и не замешали ее заранее, то первое, что вы должны сделать, это замешать прикормку. Вот. Это желательно. Пускай пока постоит прикормка. Возможно, она еще выпьет воды. И при необходимости я ее доувлажню. Течение на реке достаточно быстрое. В любом случае выбираю самый жесткий квивертип. Это 2,5 лунца. Это примерно точно. Блин, комары загрызают. Друзья, еще не врубила термоцелл. Комаров просто нереально много. Не знаю, нигде столько комаров не было, как здесь. Сегодня буду ловить без шок-лидера, потому что в прошлый раз на узле шок-лидера собиралось очень много травы, мусора. Поэтому шок-лидер я исключаю и буду ловить исключительно на плетенку. Сейчас быстренько вихолотом найду то место, которое мне нужно. Потому что с прошлой рыбалки у меня вот плетенка врубанулась. Поэтому расстояние ловли я сейчас пока не знаю. Но мы сейчас все знаем. Не надо будет, кто-то не надо. И вот это надо. Так удобно. Смотрите, видите, в каких вот емкостях я теперь приняла решение это все дело свое перевозить. Здесь очень неудобно. И данные емкости они не пропускают воду, благодаря чему все снасти все будет оставаться сухим. В том числе леска, крючки. Потому что для меня это очень большая проблема была. Это для коробочек, в которые можно накладывать наживку. Очень удобно. Вместо столика. Такого, знаете. Сдолбали комары. Поэтому я врубаю тормозал. Бой это, друзья, невыносимый. Я вам серьезно говорю. Загорелась кнопочка. Все. Сейчас я отмеряю себе по колышкам расстояние. Запоминаю его, так сказать, чтобы если вдруг у меня оборвется, он мне может 100% оборваться. Плетенка. Все, что угодно. Чтобы я знала точку, откуда я ловлю. Чтобы я точку свою не потеряла. Если будет... Еще 125-точку вот такую вот. Но у меня без зацепов идет. И, естественно, петлю ниже кормушки вяжем. Всегда. Сегодня как будто течения меньше. Сегодня я клипсанулась не при помощи катушки, а при помощи резинки. Почему? Потому что покупая уже которую плетенку, несколько раз клипсуешься, забрасываешь под клипсу, она потом перерезается. Поэтому, если вы хотите, чтобы у вас, допустим, ваша плетенка прослужила дольше, я рекомендую тоже клипсоваться под резинку. Потому что, ну, реально, портится. Все, как вклупано. 125-точка стоит. Отлично. У меня будет 0,14 поводок. 0,14 поводок. И 16-й крючок. Ставила я поводок уже. Насаживаю. Сейчас немножко. Подрежу хвостик. Там, где завязывала вот этот штаны. Рыбку не пугать. Вот так. 4 белых опарыша. Мотыль не очень. Ну и отправляем на точку ловли наконец-таки снаряд. Отправляем. Опа. Снаряд. Отправляем. Ставила. Отправляем. Снаряд. Ага. снаряд. Снаряд. Отправляем. Снаряд. На точку ловли снаряд. Снаряд. очень тихо и спокойно. Уже видно, что пришла осень, потому что деревья по тихой грусти начинают желтеть. Мы будем надеяться, что рыба начнет жировать и будет активно кормиться. И у меня хоть что-нибудь хорошечное сегодня клюнет. Погода, как вам сказать, вроде бы тепло, но солнца нет, ветра нет, комаров много. Мелочка какая-то, он дергает все время. Будем ждать крупника, показывайте. Будем стараться. Прямо насыщая. Поплевочка у меня уже там. Поплевочка. Что-то небольшое идет, но уже идет. И это у нас кто? Давайте посмотрим. Самое интересное, что это у нас ходоподлящик. Малекоподлящик. Окей. Малекоподлящик. Какая-то маленькая рыбка. Что это за рыбка? Давайте посмотрим. И эта рыбка у нас... Так, густерка. Малекоподлящик. Густерочка. Ого. О, какая уклея. Здоровенная уклейка. Здоровенная уклейка. Малекоподлящик. Так, теперь опарышем закрываю. Продолжаем. была поклевочка на мотыля опозарилась что-то успела его обсосать и убежать гадости нужно уже ну вроде что-то идет я надеюсь что было не сойдет что-то колыхается в любом голову тоже это это было здравствуйте там что какой-то корт гляньте гляньте вы на эту упитанную офигенную густерку мать да ты любишь пожрать опарыша я смотрю да работа на было у меня есть такой же новый а 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 и а а Ещё одна рыбулька, которая у меня за сети... Оп! Мылкая что-то. Что это у нас здесь? Ого, что это, друзья, у нас здесь подошло? Что это за рыбка? Это что, головлик что-нибудь? Похоже на головлик. Кот маленький головок. Интересно. Интересно. Так, идёт что-то к нам. Ну, гостёрка, я думаю. Очевидно. О! Кто это? Я потеряла клипс, поэтому сейчас мне приходится возвращаться, друзья. Благодаря тому, что расстояние было зафиксировано на комышках, я могу быстренько, спокойно вернуться на ту самую точечку и продолжать ловить рыбу. Это очень важно, когда клюёт рыбу. Ещё фиг с ним, когда не клюёт рыбу, можно там не напрягаться по поводу того, что потерял место или нет. Если у тебя клюёт, если у тебя клюёт, хорошая очень рыба. И ты потерял точку. Обидно, правда? Кажется, что что-то получше, но кормушка тяжёлая, 120-граммовая, поэтому может всего лишь казаться. Но я надеюсь, что может быть либо упитанная густёрка, либо подлящик. Сейчас посмотрим, что там у нас. Ну, упитанная густёрка, это тоже хорошо. Женщина, я думала, ты лещ. Я думала, она лещ. Сальцо он давно не кушала. Все жалуются, говорят, почему в видео нету сала больше? Мы хотим сала. И я такая думаю тоже, я хочу тоже сала. Опять клюёт. Ну, не вкусно. Приятного аппетита всем. У них восстание чешуи. Перестала добавлять животный компонент в прикормку, стало больше поклёвок. Появилась хоть какая-то рыба густера, вот подошла. А так как-то вообще перестала клевать, когда лимонника активно добавляла. Не знаю почему, не могу понять. Ну, значит, не буду добавлять. Может быть, переизбыта какой-то у рыбы, и она из-за этого кушает то, что ей бросают в корм, а не то, что ей предлагаешь как наживку. Ну, а хотя бы, когда убрать за ребёнку, Кушать его нить раньше. Кушать его да . Кушать, где нужно было обязательно. Кушать его нить сушить. Приятного аппетита на телефон. Кушать его нить. Кушать его нить. С bloцами. Разработанные петли кушать. он нажимает в кушать. Еще одна густерочка. Я не знаю, что это идет на самом деле, дамы и господа, но мне кажется это просто под водой что-то насело на мою это, там деревце кусочек и маленькая рыбка. Не похоже на то, чтобы это была огромная гриба. Видите, я тяну свою леску. Сейчас должна выйти кормушка. Отлично, да, мой монтаж, обратите внимание, что крючка нет, значит тут была поклевка у меня, все вышло с карабином. Круто, круто, сейчас буду на это и ловить. Такая вот огромная кормовая кормушка. Потом обычная кормушка. Оно? Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Друзья, день сегодня был тяжелый, но все-таки густерка не давала скучать Влетел даже один небольшой вещик, это не может не радовать Погода к концу все-таки испортилась, начался сильный ветер Ну и мне пора собираться домой Ну и сейчас покажу, что мне удалось поймать Ну как бы не густо, но и не пусто И мы этого небольшого лещика отпускаем Субтитры подогнал «Симон» Вот такая вот рыбалка сегодня на реке Свислочь вышла Пускай она не превзошла все мои ожидания Но это все же рыбалка, это еще один очередной выезд на природу Я вам желаю тоже почаще выбираться на природу, на рыбалочку В туристические походы за грибами И посвящать время активному отдыху Спасибо, что смотрите мой канал Обязательно на него подписывайтесь Ставьте лайки, оставляйте комментарии И непременно следите за обновлениями Всем не хвастанье, чешуи и народ Пока